Всем привет! С вами снова Швейная Муза и сегодня мы будем шить детскую утепленную жилетку. Ссылку на выкройку вы найдете в описании к данному видео. Из курточной ткани мы выкраиваем спинку, одну деталь со сгибом, все детали полочек, боковые и центральные части капюшона, а также обтачки капюшона, детальки-кармашки, куда будем прятать концы капюшона. Также выкраиваем подборта, обтачки низа, детали кармана, клапаны, внутреннюю планку. У нас будет две детали, одна из флиса, другая из основного материала, нижние и верхние воротники, детали подкладки капюшона, подкладки полочек, подкладку спинки. Мы использовали специальную трикотажную подкладку, она плотная и скользкая. Приступаем к пошиву. Для начала соберем детали подкладки. К подкладке полочки притачиваем обтачку низа, направляем припуски шва вниз и прокладываем отделочную строчку. Затем притачиваем под борта, направляем припуски шва в сторону под борта и прокладываем отделочную строчку. К подкладке спинки притачиваем обтачку горловины и обтачку низа. Припуски направляем в сторону обтачек и прокладываем отделочные строчки. Аналогично деталям подкладки капюшона притачиваем обтачки. Припуски направляем в сторону обтачек и прокладываем отделочные строчки. Вот что у вас должно получиться. Припуски в закруглениях обязательно надсекаем перед тем, как прокладывать отделочные строчки. Мы не выкраивали детали из утеплителя. Будем делать таким образом. Настилаем подкладку сразу на утеплитель, закалываем и прямо по детали подкладки вырезаем утеплитель. Теперь настрачиваем подкладку на утеплитель по контуру. Ширина шва примерно 4-5 мм. Излишки утеплителя подрезаем. Аналогично настилаем на утеплитель все детали подкладки, а также нижний воротник. Вот что у вас должно получиться. Спинку необходимо также простегать с утеплителем одной строчкой по центру. Теперь заготовим капюшон. Стачиваем центральную и боковые детали капюшона, совмещая рассечки, а также совмещая швы притачивания об тачек. Затем стачиваем центральную и боковые детали вверх и капюшона. Натекаем припуски в закруглениях, направляем припуски швов в сторону центральной детали и прокладываем отделочные строчки. Теперь совмещаем центр центральной детали капюшона с центром молнии и приметываем одну часть молнии к капюшону. Вверх и подкладку складываем лицо с лицом, совмещаем швы и закалываем. Если вы планируете выводить шнур через люверсы, то люверсы необходимо поставить до операции скалывания вверх и подкладки. Мы будем выводить шнур через отверстие в шве обтачивания. Предварительно ставим отметки для этого отверстия, а также отмечаем отверстие, которое оставим для выворачивания. Обтачиваем капюшон. Ширина шва 1 см. Не забудьте поставить закрепки. Надсекаем припуски шва в закруглениях. Теперь крепим один конец шнура к припуску шва. Продеваем шнур в отверстие, вдеваем фиксатор и продеваем его обратно. Аналогично продеваем шнур во второе отверстие, а также закрепляем второй конец шнура. Закрепим шнур по центру капюшона. Выворачиваем капюшон на лицевую сторону, скрепляем между собой припуски верха и подкладки. Затем выметываем капюшон, одновременно заметывая отверстие для выворачивания и прокладываем отделочную строчку. Теперь прикалываем и пришиваем жесткую часть липучки. Обработаем карманы. Клапан складываем пополам и намечаем центр. К центру клапана прикладываем деталь из утеплителя. Складываем клапан пополам и закрепляем боковые стороны. Излишки утеплителя подрезаем. Затем закалываем и застрачиваем верхний срез кармана. Перемычки бантика закалываем, стачиваем и выворачиваем. Затем скалываем карман и нижнюю часть полочки. И стачиваем ширина шва примерно 4 мм. На клапанах намечаем центр. Складываем перемычку, карман, клапан, закалываем и стачиваем по верхнему срезу. Затем отгибаем перемычку. Затем закалываем и притачиваем к верхнему срезу. А боковые стороны клапана притачиваем боковым срезом. Карман готов. Теперь будем стачивать все части полочки. Сначала стачиваем нижнюю и верхнюю детали. Отгибаем припуски в сторону верхней детали и прокладываем в отделочную строчку. Затем притачиваем центральную деталь. Отгибаем припуски в сторону центральной детали и прокладываем в отделочную строчку. Заготовим воротник. Обозначаем центр у отделочной детали. Затем прикалываем и притачиваем мягкую часть липучки. А также прокладываем строчку по сгибу. Прикалываем получившиеся детальки к воротнику, а затем притачиваем ширина шва 3-4 мм. Вот что у вас должно получиться. Теперь складываем верхний и нижний воротник и стачиваем по отлету. Направляем припуски в сторону нижнего воротника и прокладываем строчку по нижнему воротнику, настрачивая его на припуски. Приметываем вторую часть молнии к воротнику, совмещая центр молнии и центр воротника. Заготовим внутреннюю планку, складываем детали, скалываем и стачиваем. Подрезаем припуски и уголок, а затем выворачиваем планку на лицевую сторону. Выправляем, закалываем или выметываем и прокладываем отделочную строчку. Для жесткости мы проложили еще две параллельные строчки. Приступаем к монтажу нашей жилетки. Сначала стачиваем плечевые швы. Припуски швов направляем в сторону спинки и прокладываем отделочную строчку. Прикалываем воротник, совмещая центр воротника с центром спинки, а рассечки на воротнике с плечевыми швами. Притачиваем воротник. Ширина шва 10 мм. К одной части молнии прикалываем и притачиваем внутреннюю планку. Затем приметываем молнию к полочке. Закрываем молнию и на второй части ставим отметки по швустащиванию частей полочек и по шву притачиванию воротника. Затем притачиваем обе части молнии. Закрываем молнию и проверяем совмещение швов. Теперь стачиваем плечевые швы подкладки жилета. Совмещаю при этом швы притачивания об тачке и под бортом. Теперь прикалываем и притачиваем нижний воротник к подкладке, вкладывая вешалку в центр горловины подкладки. Затем складываем вверх и подкладку лицо с лицом, совмещаем плечевые швы и обтачиваем проймы. При пуске шва натекаем в закруглениях или подрезаем фигурными ножницами. Выворачиваем жилетку. Затем складываем вверх и подкладку лицо с лицом и обтачиваем борта. Подрезаем уголки вверху борта. Теперь скалываем и стачиваем одновременно боковые швы вверх и подкладки, совмещая при этом проймы и швы притачивания об тачке к низу. В одном боковом шве оставляем отверстие для выворачивания. Через низ выворачиваем жилетку на изнаночную сторону, скалываем нижние срезы и обтачиваем. Заправляем воротник внутрь и стачиваем между собой при пуске швов при тачивании воротника вверх и воротника подкладки. Ширина шва 3-4 мм. Подрезаем уголки внизу борта и выворачиваем жилетку на лицевую сторону через отверстие в боковом шве. Выметываем борта и низ. Отверстие в боковом шве зашиваем потайными стежками. Затем прокладываем отделочные строчки по бортам и низу. Наша жилетка готова. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а также ищите новые видео и выкорки на нашей странице в инстаграм и группе вконтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...